Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и сегодня на моём канале будет зацен русской первой легендарной карточки, ну или карточки кумира, называйте как хотите. Лев Яшин, рейтинг 91. Да, уже Гена Миллер сделал зацен карточки в драфте, но это читерская хуйня, в принципе, я также мог это сделать, но я решил всё-таки прикупить его, и, возможно, просмотров будет не так много, как у него, но мне поебать. Я хочу заценить эту карточку, поэтому, собственно, сегодня посмотрим, что она из себя представляет. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашёл, поставил, победил. Под Яшина я набросал вот такой составчик, который сейчас вы видите у себя на экранах. Особое внимание хочу уделить Мбаппе. За два матча он забил 6 голов, и он мне очень нравится. Спасибо, Финита, за то, что ты поймал мне его, и он мне прям реально зашёл. Я, кстати, поставил и логотип, и форму Динамо, чтобы всё это было в тематическом виде. Ну и на фоне вы можете видеть документальный фильм про Льва Яшина, который, в принципе, его также можете найти в сети, если кому интересно. Первая атака. Дуглас Коста сразу же может завершиться голом. Здесь вот такой вот финт. Здесь вот такой вот уход. Подача. Ой-ой-ой, какая красота! И что? Как? Да не туда я давал. Не туда давал. Ну ладно, и так сойдёт. Батланд, ты меня бесишь. Так, Банарфа, давай с подкруточкой. Я не понимаю, почему всё в руки Батланд улетит, блядь. Бабай, ты обязан просто забить. Спасибо большое. И то, бля, Батланд задел этот мяч. Нет, я не хотел, блядь. Я пропускал заставку, сука. Блядь, ебучая быстрая замена. Нахуй мне Банавентура. Так, Горецко. Что насчёт лонгшотика Батланд, собака? Это, короче, тест не Льва Яшина, а Батландо, блядь. Я хочу сейчас поддаться сопернику и... Хочу, чтобы он нанёс удар поворотом, чтобы я смог затестить Яшина. Хорош, нормально. Так, давайте попробуем заценить его на выходе 1 на 1. Да, заценил его выход 1 на 1. Дуглас Коста. Что насчёт подкруточки? Ой-ой-ой, правой ногой, не рабочий. Молодец. Блядь, нихуя бы это видели, МПП сколько отборов сделал. Охренеть. Охренеть. Охренеть просто! Вы это видели просто. Его кхер кто-то смог остановить. Воу-воу, красота-то какая сейчас была от Дугласа Косты. Коста. Просто шикарно. Это должен быть гол 5-1. Ну, в принципе, вы привыкайте, что это не футбол, а хоккей, баскетбол. Я не знаю, называйте это как хотите. Здесь постоянно какие-то дикие щита. Так, пацаны, раз уж такая движуха, я решил сопернику ещё немножко поподдаваться. Оу-оу, вот это был крутой сейв. Прям вообще неплохо среагировал. Ну чё, пацаны, матч заканчивается. У нас лучший игрок матча Бен Арфана. Его щитут 3 асиста. Итак, чуваки, следующий соперник на сегодня. И вот это уже поопаснее будет. Снова смолинг, 2 информа. Ой-ой-ой, вот сейчас вот реально был заценный 2 айшу. Но очень круто он сейчас отразил. Так, забрось к нам Бапе. Неплохо. Бапе. Ну, на! Отлично, Бапе. И Бапе танцует 1 на 5. Я не знаю, что с моим празднованием сделали. Я помню, в 17 февр всегда танцевал толпой, а теперь только один чувак танцует. Какого хуя? Далее вот так. Потом вот так. И потом вот так вот. Охренеть. Вот это я сейчас раскатал, так раскатал. Ой-ой-ой, ну вот, ну вот, вот. Бля, ну серьезно? Вот этого я и боялся. Ну, в ближний угол. Ну, я же, ну, камон. Ну, так не должен играть голкипер с рейтингом 91. Нормально, 3-1. Хорошо, идем. Хорошо, бьем. 4-1. Бля, Бенарфа. Охуенный просто. Знаете, вот даже при счете 4-1 я не хочу расслабляться. Вот прям вообще не хочется. Я знаю, как эта игра работает. Поэтому, бля, вот сейчас просто повезло, что не попал. Пиздец, меня даже Матюди забил в команде. 5-1. Ну, блядь, ну реально, это какой-то хоккей, а не футбол. Второй матч подряд уже какой-то разгромный счет. Во втором матче снова лучший игрок Бенарфа. У него 3 асиста и 3 гола. 1-8, 5-2, 1-6. Охуенный счета просто. Это финальный соперник, фут-чемпионс, и это полный пиздец. Вот это, блядь, нахуй команда. Так, Мбаппе. Хорош! Блядь, да как? Ну вот, самый ответственный момент. Ну как так можно было залажать, блядь? Блядь, раскатывает соперник, конечно, дико меня. И вот, как бы отобрать мяч аккуратненько. Матюди. Блядь, пиздец он катает. Я не знаю, как отобрать мяч. Это просто жесть какая-то. Яшнук, спасибо. Будем перепасовываться. И в один момент вот так вот сделаю, и это угловой. Блядь, это гол, наверное. Это Яшин, пацаны! Блядь, вот это сейф! Вот это, блядь, вот прям реально доказывает его скилл. Это лисо. Ну ладно, я не буду обвинять Яшина в том, что он пропустил. Хотя, в принципе-то он мог вытащить, но... Тащил он нормально до этого, поэтому... Так. Так. Так, а как вот так вот? А как вот насчет вот так вот? 1-1. Тихо. Я еще в игре, пацаны. Так, Горецко. Осайда не было. Или был? Не знаю. Да ладно, 2-1 я выигрываю. Какого хрена происходит? Дубль оформляет снова. Как он отскочил? Что? Блядь. Что за анимация только что была? Почему он так отскочил от мяча? Очень много вопросов. Очень много вопросов. Нет ответов. А мы играем аккуратненько. Да мне похуй, кто там в сети. Можно убрать, пожалуйста, эту плашку? Блядь, цены, я потею. Просто пиздец. Если что, это матч за выход в Weekend League, поэтому хотелось бы сразу же оформить себе путевку. Но вместо этого я пропускаю гол. Блядь, опасно, опасно, Марка Ройс. Нет, нет, пожалуйста, пацаны, встречайте. Спасибо. О, нет. О, нет. Только не говорите. Я просто на секунду подумал, что все, конец. Шансов нет, но шанс еще есть. Сука, все, дополнительное время. Так, так, Абумба. Ну, блядь, ну Абумба. Ну, какого хуя? Пиздец, просто пиздец. Вы только посмотрите, что сделал Лев Яршин. Он снова захуярил великолепный сейф. Тихо, 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 тихо. Нет, нет. Нет, Яршин снова тащит. О, блядь, какой же потный матч, пацаны. Просто жесть, просто жесть, просто жесть, просто жесть. Так. Так, так, что насчет забросика? Ну, пожалуйста. Охуеть, я не забью. Охуеть, да как так-то? Да, пиздец, прям на ногу. Замечательно. Я даже не знаю, что сказать, серьезно. Автогол Манолоса, спасибо. Блядь. Прям вот. Серьезно, вот и ради этого, блядь, я потел в финале, чтобы вот такое вот говно пропустить, серьезно. Вот такой вот выпуск, пацаны, получается. Дико обидно, блядь. Но в FIFA не меняется. Из года в год одна и та же хуета, блядь. Блядь, играешь, потеешь и в финале пропускаешь просто какую-то отвратительную залупу, из-за которой ты вылетаешь, блядь. Ну, ебаный рот. Ну, как? Ладно, все, в пизду. С вами был я, PandaFX. Если вам не сложно, поставьте лайк, поддержите меня лайками, так скажем. Единственное, что меня порадует, это ваши лайки. Про Яшина, ну, он тащил, да, но не сказал бы, что прям это что-то из серии Вау, как это возможно. Он пропустил один ближний, ну и вот этот вот последний гол, это просто... Пишите в комментариях, если вы сами играли ему, и, возможно, у вас он играл круче ХЗ. С вами был я, PandaFX, всех люблю, всем пока.